Добрый день! Продолжаем нашу тему боевых искусств. Боевые искусства — это не только растяжка, силовые упражнения, технические упражнения, это прежде всего состояние духа, это прежде всего мораль, это здоровый образ жизни. На самом деле мораль и духовность гораздо важнее, чем технические моменты, но этому уделяют очень мало внимания другие школы. Мне даже кажется, что я чуть ли не единственный, который постоянно настаивает на моральных ценностях, на истинной духовности вне религии, на здоровом образе жизни, бесстрашии, спокойствии, доброжелательности. Можно изучать боевое искусство как просто рукопашный бой, можно изучать боевое искусство как методы выживания, методы безопасности, а можно изучать боевое искусство как цельную систему духа, энергии и тела. Меня зовут Бондарев Игорь Михайлович, мне 54 года. Очень сильно травмирован позвоночник, я каждое утро встаю фактически через боль. Мне надо довольно серьезно размяться, только потом я уже буду нормально ходить. При этом я как минимум два раза в день тренируюсь. То есть утром это разминочка, в течение дня нахожу время на какие-то там дыхательные, медитативные техники, а вечером тренируюсь уже полноценно. То есть, честно говоря, если бы я не тренировался, я бы, наверное, и не ходил. Вот вам сразу же, что такое сила духа. Я не закис, я не стал бухать там или как-то себя оправдывать, валяться где-нибудь, ездить по больницам. Я просто взял себя в руки и стал еще сильнее тренироваться, чем я тренировался до травмы. Я считаю, что мои достижения в боевых искусствах внешнего плана гораздо меньше по значению, чем мои достижения в развитии воли. Возьмите во внимание, что если человек трусливый, если он очень сильный, там тонну поднимает, он там может восемь кирпичей лбом перебить и так далее, но он трусливый, все его знания, все его умения бесполезны. Он не сможет ничего сделать в реальной схватке на улице, когда нужно защищать свою жизнь или жизнь окружающих. А вот человек, у которого мощный дух, который ничего не боится, у которого развита воля, даже если он гораздо слабее того богатыря, он сможет защитить как себя, так и других окружающих его живых существ. Реально-уличная самозащита подразумевает не столько красивые отточенные действия, которые нравятся и признаются в мировом сообществе боевых искусств, сколько объединения сильного состояния бойцовского духа, активности и уверенности в том, что ты делаешь правильно. То есть, если человек защищает свою жизнь, если человек защищает жизнь близких, честь, и он просто готов сражаться независимо рукопашным боем, это просто взял кирпич на улице, это взял любой предмет, но человек реально собирается сражаться, защищать свою жизнь, этот человек победит любого чемпиона мира по карате, или еще какого-нибудь там по боксу, который никогда не дрался на улице, и который не способен на уничтожение противника. Человек, который готов уничтожать противника и не особо задумывается над последствиями, победит абсолютно любого спортивного бойца, независимо от обстоятельств. Обычный нож, полуавтомат, который продается в любом магазине, например, вот у нас продается практически в каждом магазине, специализированном, где есть всякие сувениры, ножики и так далее. Довольно хорошее средство самообороны, при том, что он разрешен действующим законодательством, вот, и вес очень большой, он из железа полностью сделанный, и достаточно длинное лезвие, вот, этого ножа достаточно, чтобы защититься как от животного на улице, так и от животного, которое потеряло человеческий облик и нападает на прохожих, вот, что такое нож? Я много разоварил, я часто повторяю, одни и те же истины. Нож это не только колющее оружие, им можно колоть, им можно резать, им можно рубить, им можно атаковать обратной стороной в качестве дробящего оружия, им можно атаковать обратной стороной рукояти в качестве ударного оружия и все это можно использовать системно то есть если вы знаете что в данном случае уместно колоть вы колите если вы знаете что в данном случае уместно полосовать вы полосуете резать режете рубить рубите колоть колите для каждой ситуации нож используется по-разному когда мы используем в самозащите колющие удары колющие удары мы используем тогда когда до противника большое расстояние максимально большое потому что колющий удар это максимально вытянутая рука куда мы атакуем атакуем в основном по суставам или по мышцам чтобы не принести тяжелые увечья противнику временному противнику который когда-нибудь станет нормальным человеком вот мы атакуем например голень если человек например нас атакует ногой мы просто можем кольнуть его в голень атакуем выше колена никаких особенных проблем со здоровьем не будет на человек уже не может сражаться мы атакуем в любой из суставов например возле колена стопу кисть локоть при этом если будете атаковать по суставам должны понимать что со стороны обратной стороны изгиба атаковать можно и человек но особо не пострадает просто не сможет дальше сражаться но внутреннюю сторону атаковать нельзя потому что здесь лимфатические узлы здесь проходят вены и вы можете ну очень сильно повредить как здоровью таки будет опасно для жизни вашего противника временного противника вот что еще можно делать можно полосовать там где нет больших кровеносных сосудов ну например там опять же вот это предплечье это бицепс это само плечо именно плечо это грудные мышцы это над глазами лоб над глазами это над коленями полосование вот человека вы останавливаете но он остается живым и ну очень быстро приведет свое здоровье к норме если ситуация жизни сложилась нестандартная в каком-нибудь ресторане кафе где у вас очень много подручных средств это духовитому человеку у которого работает импровизация хорошо очень-очень даже на руку например вот прекрасный вид оружия и можно как полосовать раздираю кожу вот так и атаковать тычковые удары так и атаковать обратной стороной как например яварой вот травмируя суставы травмируя мышцы и да был да по и дополняя эффективности своим ударом вот такой столовый обычный нож который прекрасно справится со своими как сказать функциями но в случае необходимости когда у вас заиграет адреналин он у вас не выскользнет из рук но вы можете как полосовать так и тыкать так и атаковать обратной стороной усиливая свои атаки в случае необходимости вы можете использовать тарелки как метательные предметы как сюрикены попадая например в область горла в область переносицы в лоб по колену то даже в нос хоть куда это прекрасно метательное оружие которое довольно стабильно лететь ну на расстоянии метров десяти вот такой вот такой тарелочкой вы легко остановите агрессивного противника и у него отпадет все желание атаковать вот прекрасный вид оружия эти и можно как обратной стороной атаковать так и атаковать местом из которого обычно пьете то есть все это вокруг есть оружие перец который стоит на столе если вы им сыпанете агрессору глаза а потом еще и в рот довольно неплохо подействует на него охлаждающая соль то же самое ну фактически все что вы видите вокруг себя можно использовать для самообороны вот а если ничего нету то вы сами должны стать оружием когда вы находитесь в экстремальной ситуации у вас нет никакого подручного предмета нет личного оружия то вы сами должны стать оружием вы можете атаковать кулак он это в основном нос подбородок надбровные дуги это солнце сплетение это мочевой пузырь и пах это раскрытые пальцы в основном это глаза над кадыком место под кадыком место соскальзывая с груди сбоку кадыка с одного с одной стороны и сбоку кадыка с другой стороны это атаки раскрытой ладонью конкретно в глаз переносицу в нос прямо в нос снизу вверх подбородок грудь сердце солнце сплетение нижние ребра и перевернув немного руку пах это средняя фаланга пальца это глаза это под нос это сбоку шеи под ухо это солнечное сплетение и этапах ударов очень много ваши руки способны превращаться в самые разные виды оружия в зависимости от того каких целей вы собираетесь достичь для самообороны достаточно сделать больно шоковую боль или привести противника в бессознательное состояние тем самым вы оставляете ему жизнь очень мощное оружие в самообороне это ноги и для этого не обязательно вам владеть техниками тхэквондо высокими ударами прыжками и так далее достаточно знать простейшие атаки например колено вы травмируете колено противнику и его бой закончен например в голень снизу вверх с протяжкой носочком это просто боль которая более слабого противника остановит более сильного духовитого раз задорит поэтому надо четко понимать это атака в область колена но сбоку это атака в область колено изнутри это атака в голень но уже очень жестко вплоть до перелома это атака снизу вверх в пах притом мы атакуем не вытянутым носком а поднятым носком снизу вверх тем самым аннулируем так называемые блоки делается это вот так снизу вверх прямо в пах этих ударов достаточно уже чтобы довольно эффективно сражаться в уличной по выличном поединке при этом еще раз напоминаю вам не обязательно соответствовать каким-то канонам разных боевых искусств вам не обязательно чтобы нравились ваши удары технически там каким-то супер продвинутым бойцам которые и дрались то только в мире в мыслях своих вместе со своими киношными героями вам нужно попасть конкретно в выбранную точку и очень быстро атаковать как можно часто быстро атаковать чем чаще вы атакуете тем больше придется противнику защищаться потом защищаться труднее хотя бы раз если вы попадаете хоть какую-нибудь точку на например пах то противник на доли секунды останавливается и у вас есть вот эти доли секунды для того чтобы добить например пах и когда человек остановился сразу же это же рукой подбородок этого достаточно чтобы победить в уличной драки потому что человек сначала теряет сознание человек сначала теряет способность правильно дышать то есть сбиваете ему дыхание а вторым ударом когда попадаете точно в кончик подбородочка вы лишаете сознание вашего противника и фактически дальше ему нужно будет уже помогать что касается техник защиты так называемых блоков я всегда говорил сейчас говорю вы сможете сделать техники защиты только те также такие удары которые для вас естественны вы не сможете в реальном поединке пользоваться спортивными техниками защит которые нужны в основном для ну скажем когда крутят ката спортсмены для красоты вам нужны те техники которые вы делаете естественно например вы сидите вот так с кем-то разоварить и уже пошел разувор на повышенных и вас атакует живот какие тут блоки тут блоки это будет слишком как говорится неестественно и вы не сделаете что естественно сделать это идет ко мне удар я просто с этого же положения выбрасывал локоть вверх смотрите и сразу же сношу удар в сторону то есть просто обычный поворот и выброс локтя и удар уже проходит мимо если речь идет о ударе например голову то очень естественно заметьте будет вот такое движение убираю голову и сразу в это место выношу руку почему так потому что человек который вас атаковал не хотел промазать он бьет точно в голову видите что он атакует в голову поэтому вы сильно не заботитесь отобьете вы его руку или нет вы убираете свою голову линия атаки и в этот же момент убираете его руку его рука проскальзывает получается противник прямо возле вас а вы например атакуете вниз живота ну то есть по тем самым спасаете свою жизнь ну и принципе сохраняете жизнь и свободу того кто пытался на вас напасть то есть естественность это основа как защиты так и нападения но об этом еще поговорим и в будущем я хочу сказать опять тоже самое напомнить что самое важное достижение в боевых искусствах это духовность то есть свобода от всех страхов и мотивация правильная мотивация отсутствие жадности развитие доброго сердца развития искреннего желания помогает всем живым существам второй уровень достижений это мораль и третий уровень достижения самый простой это конкретно технические достижения в боевых искусствах спасибо